Ну что мои дорогие бандиты, пока вы задаете мне вопросы, я приготовил для вас свеженьких вкусняшек из слива Simple Sandbox 3. Пока я лежал и плевал в потолок, Неончик уже выпустил видос с обзором, так что поставьте ему лайк за оперативность. А потом возвращайтесь ко мне и давайте все вместе будем разбираться в тоннах новой инфы. Мне лайк тоже поставьте по-бродски. Кстати, вас ждет бонус где-то в видео, поэтому вам придется досмотреть до конца, если вы хотите узнать как его получить. Как Неон уже сказал, инвентарь будет похож на текущий в SSB 2 и будет иметь разделы с разными подразделами. Типа раздел городской тематики, в котором будут подразделы с разными паками построек, банк, офис, кафе и так далее. И вот из этих паков мы сможем строить полноценные тематические постройки, о которых я расскажу. Разработчик обещает постоянно пополнять эти паки новыми постройками. Пропы для строительства будут продаваться в магазине только в виде этих паков. А вот оружие, транспорт и другие предметы будут продаваться по отдельности. И да, если вы уже занервничали при словах магазин и продаваться, успокою инфой из первого слива. Разработчики пообещали, что все что есть в магазине будет продаваться за монеты, которые вы сможете получить и без доната. А теперь мы переходим к обзору новых слитых построек, которые уже готовы и точно будут ждать нас в игре. Но пока мы не перешли, вот вам топ 5 популярных комментариев из прошлого видео. И первая постройка... А вот не скажу, давайте-ка вы напишите в комментарии свои догадки, прежде чем я скажу, что это. Да, вот прям сейчас поставь на паузу и напиши коммент. Ладно, это было не сложно. Это банк. Если ты угадал, то красава братанчик, я точно лайкну твой коммент. Уже сейчас видно, что работы проделано достаточно много. Есть куча разных пропов, из которых вы сможете построить реальный банк с большим хранилищем. А учитывая обещания разработчиков про проработанный интерактив, вы только представьте уровень РП. Я уже жду кучу сериалов про ограбление банков. Было бы прикольно создавать какие-нибудь ловушки для грабителей в виде сложно отключаемой сигнализации или автоматической охраны, которая и без тебя разберется с незадачливыми грабителями. Вторая постройка... Да, братанчик, сначала отгадай. Да, это не то, что ты подумал, увидев название. Это просто магазин. Какой РП сможет обойтись без магазина? Кстати, в игре очень не хватает денег для РП. Те же монеты или реально отдельные внутриигровые деньги. С монетами сложнее, там весь баланс можно сломать. Прикиньте, вы ходите по магазину, берете товар, а потом оплачиваете его на кассе настоящими деньгами, которые ты только что заработал в такси или ограбив банк. Я считаю, что РП это неотъемлемая часть песочницы и нужно развивать его именно в такую сторону. В глубину, так сказать. Третья постройка... Ну, тут проще простого. Написал коммент? Красава. Да, это кафе. Жральня. Как вы видите, жральня может быть и с заправкой. Кстати, и насчет заправок. Хочу, чтобы датчик тратился бензин. А то зачем ты до заправки вообще? Приехал, заправил своей малышке. Полный бак, полный бак. А потом заправил себе полный бак в жральне. Четвертая постройка. Нет, это не студия Камифлекса. Это просто офисное здание. С рестораном на первом этаже. А это правильно. Какая же студия без ресторана? Где тогда отмечать 10 тысяч бандитов на канале? И да, надеюсь, в паке будет очень много разной офисной техники. А еще меня терзает вопрос. Это стол или диван? Пятая постройка. Давай, бандит. Ты точно отгадаешь. Да, это тюрьма. Та самая, которая была на арте из первого слива. Еще один простор для РП. Сначала грабишь банк, попадаешь в тюрячку, а потом пытаешься выбраться из тюрьмы. А если сюда добавить больничных пропов, то вообще можно будет снять хоррор в заброшенной психбольнице. Аутласт в ССБ. Ну и последняя, шестая постройка. Огромный семейный особняк. Естественно, это один из вариантов. Вы можете построить его как ваши фантазии угодно. Если семейный особняк вам не подходит, вы всегда можете добавить других пропов и... Сделать, ну, например, стрим-хату или просто особняк для тусовок. Впискал Камифлекса на 10к. Да, хочу больше интерактивных музыкальных пропов для тусовок. А теперь к новой технике. Первая бричка называется Ли Бокс и представляет собой какой-то городской кроссовер. Внешне он напоминает мне кроссовер Бентли Бентейга, но вот Ли в названии у меня ассоциируется с китайским автопромом. Ладно, я буду думать, что это Бентли. Вторая тачка это всеми любимый и ставший культовым Белик. Да, это старый добрый Гелик, чтобы с пацанами ездить на разборки. Так, 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 Гелик на глазах превратился в крупный торфлак. Идеально подходит под новую механику стрельбы из тачек. Третья бричка, еще одно воплощение американского Хамви, ну или Хаммера, кому как угодно. Этот пиндосский аппарат оснащен пулеметом, так что из тачки можно будет пострелять, даже если у вас нет оружия. Четвертая бричка, гражданский вариант Хаммера. Надеюсь, в игре можно будет менять цвет любой тачки. Я бы сделал его желтым или красным. Ну и куда же без танков. Помимо основной пушки, тут, как и у армейского Хаммера, есть пулемет. Интересно, а этот танк тоже можно запустить в космос? А теперь я поздравляю тех, кто досмотрел видео до этого момента. Сейчас вы узнаете, как получить два легендарных скина в Симплс Нбокс 3. Все очень просто. Для этого вам нужно подписаться на новый официальный паблик PSSB 3 и следить за новостями. Так что, если хочешь эти модные скинцы, то переходи и подписывайся по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. В следующем видео я сделаю разбор новых скинов для персонажей, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить свежий видосик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok